И вот долгожданная загрузка файлов закончена. Теперь мы ожидаем непосредственно навигационное меню, которое сможет нам помочь выбрать язык, выбрать тот загрузочный сектор жесткого диска, на котором мы будем устанавливать систему, и также другие мелкие настройки, которые обязательно нам помогут при дальнейшем настраивании операционной системы Windows 7 Ultimate. Вот перед нами высветилось меню, которое предлагает нам вначале выбрать язык, на котором будет наша система. В данном случае, в данном дистрибутиве мы можем выбрать или же английский, но, конечно же, мы выберем с вами русский язык. Мы выбрали русский язык, видим схожую табличку с вистой, то есть в первой графе мы видим устанавливаемый язык, формат времени и денежных единиц, расклад клавиатуры и метод ввода. Везде у нас будет стоять русский. И нажимаем, соответственно, далее. Теперь Windows нам предлагает выбрать или восстановление системы, но в данный момент она нас не интересует, нас интересует установка, поэтому нажимаем на клавишу «Установка». Видим надпись «Начало установки», ожидаем следующего из системного меню. Прошел процесс начала установки, и теперь мы с вами видим на наших экранах договор лицензионного соглашения от Microsoft. И внизу мы наблюдаем всякого рода правила и предупреждения об использовании данного продукта. Мы соглашаемся с данными условиями, что отмечаем галочкой в чек-боксе и нажимаем на «Пиздали». Вот мы видим уже функцию обновления и полную установку. Мы выбираем полную установку, но функция обновления также была разрекламирована компанией Microsoft, которая помогала перейти свисты на семерку без переустановки системы. Но так как случаются незначительные сбои, зависания в данном процессе, мы, само собой, не отклоняемся от нашего курса и выбираем полную установку. Теперь мы с вами видим разделы нашего жесткого диска. Как вы видите, разделы два. Один системный, другой логический. Системный – это тот, на который можно ставить операционную систему. Логический – это тот, на который ставить нельзя. Также через определенные программы или через данные, программу, которая форматирует жесткий диск, мы сможем, конечно же, в дальнейшем преобразовать и выбрать логический диск другой, или же полностью уничтожить все разделы, но в данном случае мы этого делать не будем. Мы будем настраивать диск и сейчас мы будем форматировать диск, который называется раздел номер один. Нажимаем «Форматирование». Нас предупреждает о том, что все данные будут уничтожены. Мы с этим соглашаемся, потому что мы хотим поставить систему на чистый винт. Ожидаем. Вот результат нашего форматирования. Жесткий диск, объем нулевый. Теперь мы обращаем наше внимание на раздел номер два. И также его форматируем той же клавишей, выбираем его, нажимаем на «Форматировать», читаем предупреждение о том, что все данные будут уничтожены, и наблюдаем за результатом. Все, данный жесткий диск также отформатирован. После форматирования нажимаем «Далее» и наблюдаем вот такую таблицу установки Windows, которая гласит, что в данный момент установки операционной системы выполняется на данном этапе копирование файлов Windows. Дальше вы видите, будет распаковка, установка компонентов, установка обновлений и завершение установки. Также есть вот такая графа. По мере приближения зеленой полоски к концу правой части экрана нам будет становиться все понятнее и понятнее, что Windows все ближе и ближе к завершению установки. Хочется, конечно, уже, может быть, конечно, и поздновато, но все-таки напомнить о том, что перед тем, как вы устанавливаете любую систему, неважно, XP, Vista или 7, перед установкой любой системы, вы обязаны сохранить все ваши данные на съемный жесткий диск, на флешку, на DVD, CD диски, потому что после форматирования жесткого диска все ваши данные исчезнут, так как они будут уничтожены. Теперь мы видим, что установка будет продолжена после перезагрузки компьютера. Как я и говорил, все полностью автоматизировано. Вот можете наблюдать саму перезагрузку. Идет загрузка BIOS. И сейчас будет продолжено. Вот вы слышите, диск начинает шуметь. Тут мы уже не нажимаем Enter, то есть не забываем, что все автоматически. Вот мы видим запуск Windows. Такой вот красивый значок. Эмблема компании Microsoft. И спустя несколько секунд мы видим следующую надпись. Программа установки подготавливает компьютер к первому использованию ее. Вот уже сейчас мы с вами наблюдаем графу, в которой нужно ввести имя пользователя данного компьютера и данной операционной системы. И также после введения данных мы нажимаем клавишу Далее. Если нужен пароль для учетной записи, все так же аналогично, как и в других системах. Если вам доводилось их приустанавливать, в данном случае пароль вводить я не буду. Нажимаем Далее. Ключ продукта, так как мы с вами устанавливаем 30-дневную версию, ключ продукта мы вводить не будем. Если у вас версия куплена в магазине, или же куплен системный блок с операционной системой, подустановленной в Windows 7, то здесь вы сможете ввести ключ продукта, который будет указан или на коробке, или на корпусе компьютера. Нажимаем Далее. Здесь мы видим настройки непосредственно Windows, то есть настройки системы защиты, настройки безопасности. Мы их пока отложим. Здесь мы видим настройки времени, часового пояса и календарные настройки. Настройки выставлены правильно. Нажимаем Далее. Идет завершение параметров установки Windows 7. Как видите, ничего сложного на данном этапе нам не попалось. Не так страшен этот Windows. Его установка, как бывает иногда кажется. И ожидаем нашего первого Добро пожаловать, видим надпись. Ожидаем подготовка рабочего стола. И ожидаем запуска первого нашей новой операционной системы. Вот мы видим, что у нас Windows 7 максимальная. По надписи максимальной можно понять, что система переведена на русский язык. Опять видим надпись подготовка рабочего стола. И ждем запуска непосредственно этого рабочего стола. Теперь мы можем сказать, что систему Windows 7 мы установили. В дальнейшем от нас потребует установка драйверов, другого оборудования и настройка программ. И если были наши данные сохранены, дальнейшее их копирование обратно на Winchester. Всем спасибо за внимание. Будут вопросы, обращайтесь. Не только по установке. По любым вопросам, связанным с Windows, с программами. Или с какими-либо нерешенными задачами. Со всем поможем, со всем разберемся. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok